Всем привет! Сегодня я решила испечь торт Наполеон на гриле. Увидела я вот в этой книжечке, где 50 рецептов для гриля, увидела вот такой рецептик. Я смотрю, здесь на картинке такой красивый Наполеон и очень простые ингредиенты. Ну, тесто слоеное, бездрожжевое. 600 грамм. В общем-то, я сходила в магазин и купила слоеное тесто. Вот такое. Только здесь не 600 грамм, а 500 грамм. Поэтому я сделаю, сколько есть, 500 грамм. Ну, а крем я буду делать на 600 грамм. Если останется, ничего страшного. Крема много не бывает. Съем. А для крема нужно всего лишь навсего сгущенное молоко. 180 грамм масла сливочное, 150 грамм. Сметана 150 грамм. И сахар 120 грамм. Всего лишь навсего. Все это перемешать в миксере. И крем готов. Вот. Ну, надо будет, конечно, чтобы это от холодильника отошло. Масло в комнатной температуре мягким стало. Для того, чтобы это все спокойно смешалось в миксере. Но, пока крем я делать подожду. Честно говоря, я не знаю, получится у меня коржи или нет на гриле. Вот. Ну, тесто я достала с морозилки. Оно где-то 20-30 минут должно полежать в комнатной температуре, для того, чтобы отошло. И потом его нужно будет раскатать. Такое тесто, слоеное без дрожжевое, я уже брала. И я готовила его в духовке. Оно получалось нормальным, в принципе. А на гриле это совсем другая тема. Поэтому будем пробовать. Ну что, сейчас я подожду, пока разморозится и начнем. Ну вот, я выложила из пакета два вот таких вот брюкетика. Тесто. Теперь нужно его разрезать на 4 части. Вообще, тесто еще не до конца разморозилось. Поэтому, прежде чем его раскатывать, я его сейчас лишнее уберу со стола. И нужно все это мукой присыпать, чтобы оно не слепалось. Пока оно размораживается, оно немножко вот мокрое, влажное. Поэтому я это все присыплю сейчас мукой. Честно говоря, тесто мне занималось очень много лет. Я уже от него отвыкла. И уже не помню даже, как его, как им вообще заниматься. Но оно еще не до конца разморозилось, еще холодное. Поэтому я, наверное, еще чуть-чуть подожду. Хотя, наверное, потихоньку начну раскатывать. Сейчас посмотрим, будет оно раскатываться. Нет, мне кажется, оно еще должно немножко подрастать, еще чуть-чуть мягче стать. Раскатать мне вот эту лепешку нужно чуть меньше размера гриля вообще. Но я, честно говоря, не знаю, какой должно быть толщины. Не написано, какая должна быть толщина. Но буду уже по интуиции, наверное, действовать. Но так как у нас тесто меньше, чем там написано в рецепте, я думаю, что слишком тонким оно не должно быть, то, возможно, наверное, уже и хватит. Здесь, в общем-то, толщина примерно 2 миллиметра. Наверное, этого достаточно. Ладно, включу я сейчас гриль. Гриль включаем на положение 4. Дождемся включения индикатора и готовить 7 минут. Сначала приготовлю одну пышку, посмотрю, как она получится, а потом буду уже дальше действовать. Индикатор загорелся, поэтому пора уже... Сейчас еще немножко подровняю. Ждем 7 минут. Ну вот, прошло 7 минут. Я уже раскатала вторую пышку. И теперь посмотрим, что же получилось тут. Получилось или нет. О! Что-то получилось. Я возьму дощечку и возьму лопаточку. Так, самое главное, она не прилипла. Вот такая вот получилась. С другой стороны. Такого же цвета, нигде не пригорело. Все, в общем-то, испеклось равномерно. Хорошо. Положим другую пышку. И опять засекаем 7 минут. Ну, теперь смело можно другие пышки раскатывать. В общем-то, ничего страшного. Пышки получаются. Вроде бы нормально. Главное еще выдержать, чтобы одинаковый был размер. Такой прямоугольничек, чтобы он был равномерный, одинаковый. Поэтому главное не спешить. Раскатывать потихонечку. В общем, в таком же духе надо будет сделать все 4 пышки. Их потом надо будет разделить еще, разрезать пополам. Так написано в рецепте. Остался последний корж. Он уже готов. Я выключаю свой гриль. И все, выкладываю. Ну все, 4 коржа у меня получилось. Теперь можно приступать к изготовлению крема. С холодильника выложила я продукты. И они сейчас полежат немножко. Да, что еще в рецепте написано? Один корж нужно отложить и измельчить на крошку. А 3 коржа нужно разрезать пополам, чтобы было 6 коржей. Все, 6 коржей у меня готово. А этот мы измельчим на крошку. Так, ну теперь нужно делать крем. В общем, масло 150 грамм. Все же комнатной температуры, подтаяло немножко. И нужно это все отвесить. Сливочное масло, сметана и сгущенка. Ну и сахар. У меня есть весы. Все в граммах. Так, теперь нам нужно отмерить для крема вот эти все наши ингредиенты. Я достала весы, но я ими давно не пользовалась. Поэтому вот в такую посудину. Я уже не помню, как правда это делать. Так. Теперь так. Теперь сбросим тару. На ноль поставим. Так, сливочное масло нужно 150 грамм. Не знаю, здесь 180 в пачке. 143. 150 грамм. Отлично. Так, дальше. Сметана 150 грамм. Хочу добавить прям туда. Ну, будем считать, что это 300. Сгущенка 180 грамм. Это должно быть 480, да? Вот, 480. И 120 грамм сахара. Теперь нужно это все будет... Сначала, наверное, ложкой размешаю, а потом нужно в миксере. Но у меня миксера нету, я буду блендером. Блендер у меня с венчиком. Вот, венчиком от блендера, наверное. Сейчас посмотрим по густоте. Вообще, мне кажется, что сюда нужно еще добавить ванилинчик. Я его немножко добавлю. Ванилин у меня такой, кристаллический. Я люблю, когда крема пахнут ванилином. С детства так люблю. Так, мощность я поставила пока на самую слабую. Будем пробовать. Я думаю, так и... Думаю, такая мощность, наверное, пусть и будет. Ну, в общем-то, все это перемешалось до однородной массы. Получился вот такой вот хороший крем. И очень даже вкусный. Ну и, наверное, пора уже приступить к сборке самих коржов, самого тортика. Я взяла досточку, одела на нее кулечек. Для того, чтобы потом можно было доску, если что, вытащить, вынуть. Не знаю, сколько надо крема наливать. Будет выливаться, наверное, лишний. И хочется, чтобы его и не осталось особо сильно много. И чтобы чересчур много не было. Играет музыка. Ну вот, а теперь, я думаю, можно еще немножечко на бока добавить. Ну, крем польется через край. Ничего страшного. Я здесь просто присыпочкой хочу присыпать. Сразу видно, что давно не делала тортов. В общем, получилось как получилось. Немножечко крем течет, поэтому я сейчас быстренько его уберу в морозилку на 5 минут, а потом опущу в холодильник на 5 часов. Ну что, мои хорошие, Наполеон должен выставить в холодильнике 5 часов. Но у меня терпения нет. Прошло 2,5 часа. И я думаю, что все-таки я уже могу его попробовать. Сейчас я его хочу разрезать и попробовать. А потом поставлю дальше в холодильник, чтобы стоял. Сейчас я вам покажу, какой он красивый получился. Вот такая красота у меня получилась. Но сейчас я буду его резать. Вот такой вот Наполеончик получился. Ну, может быть, он еще не до конца пропитался, но на самом деле он очень вкусный. Я там немножечко уже попробовала. Прям нереально вкусный. Честно говоря, не ожидала, что у меня Наполеон получится. Хочу попробовать. Очень, очень вкусный. В общем-то, коржи еще не до конца пропитались. Я дам ему настояться. Вот этот маленький кусочек съем. А остальной Наполеончик у меня постоит еще в холодильнике. Ну, а на этом мне нужно завершить это видео. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok